Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Министр обороны Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты нанесли авиаудары по базам боевиков в Сирии, которых поддерживает Иран. Десятки тысяч демонстрантов собрались в Вашингтоне во вторник на «Марш за Израиль», так он назывался, чтобы продемонстрировать солидарность с Израилем в его войне с Хамас и осудить рост антисемитизма в США. Ну вот на этом марше, по разным данным, от 200 тысяч до 500 тысяч человек было. Руководители ведущих университетов США соберутся на этой неделе, чтобы обсудить пути разрежения обстановки в связи со вспышкой антисемитизма в американских кампусах после нападения Хамаса на Израиль. Неизвестные вандалы нанесли антисемитские граффити на надгробие еврейского кладбища в Кливленде, штат Огайо. Джейкоб Ченсли, штурмовавший Капитолий в Вашингтоне в 2021 году в костюме шамана, планирует баллотироваться в Конгресс США. Члены профсоюза Starbucks, Starbucks Workers United, планируют провести 16 ноября крупную забастовку. В Миссури учительница призналась в том, что совратила ученика выпускного класса. На аукционе в Нью-Йорке был установлен новый рекорд. Почтовая марка под названием «Перевернутая Дженни» ушла за 2 миллиона долларов. В городе Нэшвилл выставили на продажу дом, который арендовала певица Адель и другие известные артисты. Дамы и господа, некоторые из этих тем в нашей программе мы обсудим подробнее. Министр обороны США Лой Достин заявил, что Соединенные Штаты нанесли авиаудары по базам боевиков в Сирии, которых поддерживает Иран, и эти удары были ответом на, как сказал Остин, продолжающиеся атаки на базы США в Ираке и Сирии. Один из высокопоставленных чиновников Пентагона на условиях анонимности сообщил Associated Press, что были поражены учебный центр боевиков и убежище. Учебный центр, по его словам, служил одновременно и складом оружия, а убежище – штабом для групп, связанных с корпусом «Стража Исламской революции» – это элитное формирование иранской армии. Кроме того, он рассказал, что иранцы находились во время удара внутри убежища и, скорее всего, пострадали, однако официально Пентагон пока не подтвердил, был ли кто-то из них среди погибших. Соединенные Штаты наносят такие удары вот уже третий раз с 26 октября. Усиление напряженности на территории Сирии и Ливана происходит из-за войны Израиля и Хамас. Ллойд Остин отметил, что авиаудары были нанесены по прямому указанию президента Байдена, чтобы дать понять, что Соединенные Штаты намерены себя защищать, свой персонал и свои интересы. Пентагон не сообщил никаких подробностей об ущербе, нанесенном ударами, но Сирийский Центр Мониторинга за соблюдением прав человека в аббревиатуре СОО «ХР», базирующийся в Британии, заявил, что в результате ударов были убиты 8 боевиков из группировки, которую поддерживает Иран. По данным СОО «ХР», еще семь человек получили ранения. Большинство жертв, как утверждает организация, не были гражданами Сирии. Группа также подтвердила, что обстрел уничтожил вклад оружия неподалеку от границы Сирии и Ирака и площадку для запуска ракет возле города Майадин на востоке Сирии. В ночь на 14 ноября проиранские военизированные группировки в очередной раз обстреляли ракетами американские базы. Погибших не было. На прошлой неделе представители Пентагона заявляли, что те же поддерживаемые Ираном ополченцы атаковали базы и объекты Соединенных Штатов в Ираке и Сирии по меньшей мере 41 раз с начала войны между Хамасом и Израилем. Они добавили, что в период 17 октября по начало ноября 56 американских военнослужащих получили травмы. Все пострадавшие уже вернулись к работе. Считается, что Иран направил в Сирию сотни солдат для поддержки режима президента Башара Асада. Гражданская война, напомню, в этой стране идет с разной степенью интенсивности вот уже 12 лет. На стороне сирийской армии сражались тысячи мусульман-шиитов из ливанской группировки Хизбалла, а также из Ирака, Афганистана и Йемена, которых Иран вооружил, обучил и профинансировал. 27 октября Соединенные Штаты нанесли первый воздушный удар по двум складам оружия и боеприпасов на востоке Сирии, которые принадлежали связанным с Ираном группировкам боевиков. Еще один удар в целях самообороны, как отмечено по терминологии Пентагона, был нанесен 8 ноября по объекту на востоке Сирии. Его выполнили два самолета F-15. Агентство Reuters сообщило, что американские военные принимают дополнительные меры для защиты своих сил на Ближнем Востоке. По словам официальных лиц, эти меры заключаются в увеличении количества военных патрулей США, ограничении доступа к их военным объектам и усилении сбора разведывательной информации, в том числе и с помощью дронов. Главным опасением американской администрации, так же как и многих стран Запада, является возможное распространение вооруженного конфликта из сектора газа на весь Ближний Восток, что будет означать неизбежную широкомасштабную войну, в которую окажутся вовлечены многие мировые державы. Именно поэтому Соединенные Штаты не устают подчеркивать, что эти авиаудары никак не связаны с тем, что происходит в секторе газа, что они никоим образом не обсуждались и не координировались с Израилем и являются самообороной. Американские официальные лица также заявляли, что предупредили Иран напрямую и через доверенных лиц о недопустимости эскалации в регионе. «Мы хотим пояснить, что наши военные действия не сигнализируют об изменении нашего подхода к конфликту между Израилем и Хамас, и у нас нет намерений эскалации конфликта в регионе», – так заявил высокопоставленный представитель Пентагона. В прошлом месяце, напомню, президент Байден направил редкое послание непосредственно верховному лидеру Ирана Аэтале Али Хаминьи, предупредив его о последствиях нападения на американские войска на Ближнем Востоке. В Сирии находятся примерно 900 американских военнослужащих и еще 2500, расквартированных в соседнем Ираке. Их целью является помощь местным силам безопасности и предотвращение возрождения так называемого «Исламского государства» – исламской группировки, захватившей большие территории обеих стран в 2014 году. Десятки тысяч демонстрантов собрались в Вашингтоне во вторник на «Марш за Израиль», так он назывался, чтобы продемонстрировать солидарность с Израилем в его войне с Хамас и осудить рост антисемитизма у нас в Соединенных Штатах. Улицы в центре были перекрыты из-за усиленных мер безопасности. Цитирую, «Мы собрались здесь, чтобы показать всему миру, что нас не истребят снова», приводит комментарий одного из участников марша, агентства Reuters. Демонстрация в поддержку Израиля прошла на национальной аллее National Mall. Это комплекс разнообразных памятников и музеев в историческом центре Вашингтона, американской столицы. По разным оценкам, в акции приняли участие около 200 тысяч человек. Ряд источников сообщают о 500 тысячах. Манифестанты призвали немедленно освободить заложников и осудили волну антисемитизма, которая захлестнула США. Многие собравшиеся несли флаги США и Израиля. Улицы вокруг большей части города были закрыты из-за усиленных мер безопасности. К участникам демонстрации по видеосвязи обратился президент Израиля Ицхак Герцог. Во время выступления он находился возле стены плача в Иерусалиме. Сегодня мы собрались все вместе, как одна большая семья в поддержку Израиля. Этот марш ради детей, женщин и мужчин, которых Хамас удерживает в заложниках. Ради победы добра над злом, человечности над жестокостью, света над тьмой. Нас не сломать, сказал Герцог. На митинге выступили представители семей похищенных. Гиммон Израиля Атиква исполнил известный израильский певец Омер Адам. Акция объединила различные еврейские организации Соединенных Штатов и даже те, которые в обычной жизни конфликтуют друг с другом на идеологической почве. В Нью-Йорке и Нью-Джерси Ряд Ешив пошли на беспрецедентный шаг и отменили занятия в этот день, чтобы учащиеся смогли принять участие в демонстрации. Ну и также собралось около таких, около 1400 учащихся. Не обошлось без накладок, сообщают сегодня СМИ, автобусная компания некая, она не называется, которая должна была привести израильтян на демонстрацию. Без объяснения причин в последний момент отказалась это сделать. Было заказано 9 автобусов. Организаторы говорят, что поведение этой компании выглядит подозрительно. Однако официального объяснения причин отказа пока не получили. Протесты и публичные демонстрации, как пропалестинские, так и произраильские, прокатились, как вы знаете, по всему миру после того, как 7 октября боевики из палестинской террористической группировки «Хамас» атаковали Израиль, убив за день 1200 человек и взяв около 240 заложников. Израиль ответил жесткой блокадой сектора газа, контролируемого «Хамас», а также вооруженными бомбардировками и наземными наступлениями. Но еще одно сообщение в тему. Руководители ведущих университетов Соединенных Штатов соберутся на этой неделе, чтобы обсудить пути разрежения обстановки в связи со вспышкой антисемитизма в американских кампусах после нападения «Хамаса» на Израиль. Во многом, внезапный интерес к борьбе с антисемитизмом был обузловлен тем, что многие спонсоры, регулярно жертвующие на ведущие американские университеты, пригрозили аннулировать пожертвования из-за антисемитских акций и провокаций в кампусах. Число регистраций на двухдневный симпозиум в университете Брэндайса, посвященный борьбе с антисемитизмом в американских вузах, резко возросло после трагических событий 7 октября, отмечает Financial Times. Изначально этот симпозиум задумывался как исключительно нишевое мероприятие для колледжей Бостона. Однако на сегодняшний день в мероприятии примут участие около 100 официальных лиц, в том числе представителей Гарвардского, Ельского, Колумбийского и Пенсильванского университетов. «Цитирую, атмосфера в кампусах очень напряженная», — сказал Рон Лейбовиц, президент Брэндайса, который был основан 75 лет назад американскими евреями. «Мы являемся микрокосмосом общества, в котором живем. Поляризация сейчас беспрецедентна и не позволяет евреям свободу самовыражения. Мы пытаемся решить эту проблему», — сказал Лейбовиц. Университеты подвергаются в последнее время справедливой критике со стороны студентов, преподавателей и спонсоров за неспособность провести границы между свободой слова и языком ненависти. Согласно заявлению, учебные заведения поздно отреагировали на случаи антисемитизма, исламофобии и доксинга, то есть разоблачения студентов, подозреваемых в антисемитизме. Помимо прочего, полиция расследует угрозы в адрес кошерной столовой в Корнельском университете и инцидент, произошедший, по всей видимости, на расовой почве, в котором был ранен арабский студент-мусульманин в Стэнфорде. После трений в кампусах доноры пригрозили перестать жертвовать свои деньги университетам, а более 24 американских юридических фирм предупредили, что не будут нанимать на работу выпускников, поддерживающих антисемитизм. Некоторые из них также отозвали существующие предложения о работе. Шошана Хэшель, профессор иудаики Дартсмутского университета, которая через несколько дней после резни 7 октября провела открытые диспуты с экспертами, выражавшими различные точки зрения на конфликт, сказала, «Я просто не понимаю, почему другие колледжи не ведут себя подобным образом. Слишком многие коллеги говорят, что ректоры их университетов просто предпочитают сидеть, сложа руки и ничего не предпринимать». Хэшель, пишет Financial Times, отметила поддержку, которую нашла у ректора Дартмута. «Очень важно, чтобы мы нашли способы вести уважительную, спокойную беседу, без излишних эмоций. Мы не ищем здесь виноватых, а стремимся понять и объединить членов академического сообщества», отметила она. На прошлой неделе в Колумбийском университете были сорваны плакаты с изображением заложников Хамаса. Некоторые из них впоследствии были возвращены. На демонстрации, проходившей возле одной из библиотек, палестинский студент отметил, что Колумбия не расследовала в свое время исламофобский инцидент, имеется в виду Колумбийский университет. «Мы ждали 10 дней, чтобы получить одобрение на это мероприятие», — сказал этот студент. Ну и тем временем около 150 членов Конгресса, включая противников Израиля, посетили им 14 ноября закрытый показ фильма о зверствах Хамаса 7 октября. Это где-то около 45 минут. Присутствовавшие на мероприятии рассказали, что конгрессмены были потрясены увиденным. После просмотра представители Белого дома провели брифинг, на котором объяснили политику Израиля и США в войне в Газе. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.